Здравствуйте, господа! Сегодня я хотел бы сделать гайд по FX-эффектам. Это те FX-эффекты, которые я сейчас использую. И рассказать о настройках, на чём они основаны, почему я их использую, и как правильно это сделать. Есть мнение, что некое выкручивание ползунков в крайности даёт преимущество, но при этом картинка становится кислотной, вырвиглазной и так далее. Вот, и я всё-таки ратуюсь за то, что картинка была приятная глазу и при этом помогала, да, каким-то образом. Было всё хорошо видно, но и не была вырвиглазной, как у некоторых. Вот. Давайте продолжим. Немножко меня прервали во время записи, давайте продолжим. В настройки заберёмся, наверное, на полотно и перейдём в режим настроек. Для этого нам надо зайти в настройки, в PostFX, включить PostFX. Вот. У меня уже выставлены настройки, я покажу, как и что у меня настроено, расскажу про каждый из показателей. Вот. Это уже мои настройки с моими показателями. Если, правда, солнечная погода, видите, немножко сильно яркая трава, такая сочная, насыщенная, но на самом деле, по-моему, без перебора. Можно немножко сбавить её. Но мы до этого дойдём, потому что, когда я делал настройки, я подстраивался под, ну, больше пасмурную погоду. Вот. Во время солнечной вот есть вот такая вот штука. Итак, начинаем с яркости. Яркость у меня выкручена на 39, потому что игра-то достаточно тёмная, на самом деле, и особенно, когда вы играете в помещениях. Иногда, ну, это и от монитора тоже зависит, если старый монитор, но иногда, на самом деле, очень темно. Вот. У меня выкрученный показатель в 39, можно убавить, но вот подстраиваю, на самом деле, под свой экран на 39, для меня как бы нормально. Насыщение — это насыщение красок, которое присутствует в вашей игре. Я поставил на 1, вот, но можно выкручивать вот такие вот буквально кислотные эти, и у вас тогда ЧВК, наверное, будут очень сильно видны. Но вот мне, например, неприятно играть в такой обстановке. Вот. Можно, конечно, наоборот, выкрутить в некую такую... В некий такой арт-хаус, да? Сделать картинку арт-хаусной, такой серой и так далее, грустной. Но с точки зрения игры я не знаю, насколько глазу удобно будет работать вот именно с... Ну, человеческому глазу работать в шутере с такой картинкой. Хотя, конечно, приятно. Я выставляю насыщение на 1, и мы переходим к чёткости. Чёткость, естественно, отвечает за чёткость картинки. Перенасыщать её не стоит чёткостью. Зашняя чёткость режет глаз, глаз быстрее выстаёт. Ну и геймплейная, по-моему, она не сильно-то и влияет. Вот если я сейчас выкручу в сотку, то есть у нас видно, что чёткость всё стало слишком чётко. Но вот, например, дальние объекты, они уже... Вот ёлки, которые в углу завода, они настолько чёткие, что... Ну, прям, прям вообще... Но если вы выкрутите в 0, чёткости не будет более... Картинка будет более мыльной. Вот, давайте вернём на 30. У меня чёткость стоит на 30. Но с этим параметром можете поиграть в разных вариациях. Далее идём. Далее идём красочность. Секундочку, я выпустил один важный момент. Ну вот, допустим, без эмилии. Идёт красочность. Красочность у меня стоит на 15. Но видите, да, например, трава, она всё равно очень у нас красочная, очень яркая. Вот, и её можно, конечно, убрать поменьше, допустим, до 10. Но картинка очень, по-моему, быстро приобретает такой и блеклый цвет. Вот, не сильно яркий. Если мы выкрутим её в 0, по-моему, практически до стандартных настроек уходит. Вот, я поставил 15. Всё-таки зелёная травка, это красиво. Вот сейчас, по-моему, пошли облака, и... Уже не такая яркая трава, как была изначально. Люма-резкость. Я немножко подзабыл. Изучал. Но она влияет, если мы посмотрим, она прибавляет некой чёткости в картинке. Вот, если вы посмотрите на цевьё, она по-своему приобретает свет, свет, отблики и так далее. Вот. И если посмотрим на небо, картинка вот светлее становится. У меня этот показатель выкручен на 12, потому что картинка, опять же, приобретает некую такую резкость. Если вы обратите внимание, то вот. У меня выключено на 12, я не вижу смысла выкручивать больше. Ну вот. Мне надо, чтобы моему глазу было приятно, и при этом картинка мне нравилась, и геймплейно ничего не портило. Вот это вот настройки я делаю для этого. Хотя, может быть, с люморезкостью можно тоже поиграть как-то, попробовать сейчас пробежаться и посмотреть, что изменится. Адаптивная резкость. Она больше касается, по-моему, травы, если посмотрим, либо становится более мыльной. Вот. Я её оставлю, как прежде, на 10 единицах. Вот. Далее идёт цветокоррекция. Можно цветокоррекцию выключать, например. Сейчас. Вот. Я всё-таки выбираю цветокоррекцию Эмилия. По-моему, она... По моему вкусу она более-менее адекватная. Она не уходит ни в какую крайность, потому что цветокоррекция предустановлена, и они-то так или иначе имеют некоторые крайности. Вот я до этого использовать пытался ещё ОВЛ, но он не на всех картах не нравится, как он действует. И он сильно, мне кажется, прибавляет. Его, может быть, можно как-то подстроить, но мне особо не нравится. Ещё часто используют... Часто используют Бост. Такую вот цветокоррекцию. Не помню, что мне в ней не понравилось. Вот сейчас смотрю, вроде бы нормально. Но, видимо, была какая-то... Видите, очень многое зависит от погоды, от локации. Вот. Я чаще всего играю на тамошке. Остальные карты мы с друзьями называем командировочными. Вот. Но это... Я всё-таки вот за Эмилия. Она более, мне считается, гладкая. Она сильно не перенасыщает своими предустановками. Вот. Можно выбрать ниже интенсивность. У меня стоит на 40. Такая интенсивность... Цветокоррекции. Вот. Допустим, она ушла в некую такую даже сепию и так далее. Небо зато как-то переливается. Отыграл. Либо выйти в другую крайность. Она стала ещё более насыщенной. Я выкрутил этот показатель на 40. В принципе, мне нравится. С дельтонизмом я не работал. Вот. И некоторые его как-то используют в свою сторону. Я нет. Собственно, вот такие вот у меня настроечки у... Мои... 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 Моего... Постфикса. Настройки постфикс. Вот. Сейчас мы их сохраним. Вот здесь вы можете с ним ещё... Опа. Кому-то не понравился я. Вы можете с ним ознакомиться. Кто-то ваивается. Вот и всё. Вот. Давайте попробуем всё-таки с Люма резкостью поиграть. Я сейчас перебегу в другую сторону и мы с вами посмотрим. Опять же, пока я бегу, можно поговорить про то, как настройки влияют на... На фпс, на производительность. Ай. Для этого есть отдельные видосы. Я это смотрел, изучал сам вот эти вот настройки, которые у меня стоят. Эмилия, да, и вот эти вот ползунки, какие я выставил, они по сути на фпс не влияют. Вот. Иногда мне, конечно, немножко вот это перенасыщение всё равно глазу не нравится. Мы можем... Вот. Посмотрим сейчас по... Показателям. Можем либо в постфиксе подкрутить... Красочность, да, например. Или насыщение, наверное, не стоит трогать. А красочность. Ну, нет, это, наверное, скорее всего резкость. Когда мне, в принципе, немножко не нравится. Вот, я не знаю ещё, как сделать более реалистично и красиво, чтобы были вот сосны, да, например, ёлочки некоторые. Вот. То я просто беру, нажимаю вот так, и мне всё, в принципе, устраивает. Вот. А почему я использую такие настройки? Да потому что я, помимо этого, занимаюсь съёмкой видео и съёмками рекламы. И вот мне как-то очень важная хорошая реалистичная цветокоррекция, чтобы мне было приятно смотреть на картинку. Вот. Вы видите, например, бетонный забор. Вот. Всё вокруг. Мне, в принципе, более-менее меня устраивает. Я бы ещё всё-таки зеленью, конечно, поработал. Ну и давайте поиграем сейчас с люм резкостью. Ну вот, если мы здесь попробуем поиграть с люм резкостью... Ну да, становится чётче картинка, становится более зернистой, ёлки становятся похожи на скелетный какой-то. Красочность. Ну вот эту вот красочность как-то, конечно, наверное, можно убрать. Но вот она не сильно, по-моему, не столько влияет она, сколько влияет, например, насыщение. Ну мне не нравится, мне тогда с резкостью провал. То есть, на данный момент это вот те настройки, с которыми я готов играть. Попробуйте выбрать адаптивность в ноль, если вам, как и мне, немножко не понравится адаптивная резкость. Вот. Или, может быть, немножечко приобретите чёткость. Но чёткость на геймплей влияет. Вы можете игроков не замечать. Вот. Далее. Ну, либо интенсивность самого цвета кора, немножечко поиграть. Вот такие вот настройки моего постфликса. Пробуйте, экспериментируйте. Может быть, отталкиваетесь от него. Ну, по-моему, вот, меня на данный момент всё устраивает. Если я устаю от этой излишней резкой зелени, то я просто отключаю. И меня, в принципе, и стандартные устраивают настройки. Вот. Но, смотря на некоторых стримеров, я не понимаю, как они играют, потому что у них настолько всё вербеглазно выглядит. Ну, вот. Они, конечно, очень круто играют, но я не готов. Вам я желаю хороших рейдов. И... До новых выпусков. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok